Фильм «Торсионное поле» Анатолия Акимова заинтересовал некоторых зрителей канала, и так же, как я, когда-то они захотели изготовить простейший торсионный генератор, чтобы поэкспериментировать с ним. Да и у меня появились идеи, поэтому я решил изготовить вариант помощнее, чем я когда-то делал, и восстановить еще тот старый. Возьмем вентилятор от блока питания компьютера или какой-нибудь побольше, на 12 вольт. Анатолий Евгеньевич сказал, что необходимо отрезать лопасти, чтобы вращению не мешало сопротивление воздуха и чтобы не создавать ветер. Но в данном варианте я их оставлю, посмотрю, что получится. Я взял майонезную банку и отрезал дно. Вымерил высоту по размеру магнитов, которые у меня давно валяются, и уже все облезли. Но они очень сильные, редкоземельные, так что трудно их друг от друга оторвать. Раньше я экспериментировал с гораздо меньшими, но тоже достаточно сильными магнитами. Принцип генерации торсионного поля следующий. Берутся 4 магнита, размещаются так, что одним направлением они должны быть расположены по вектору движения. Я не помню, отдавал ли он предпочтение, чем вперед должны крутиться магниты севером или югом. Поэтому направление выберу произвольное, а в другом варианте сделаю наоборот. Приклеил ложа для магнитов на эпоксидную смолу. Полиэтиленовая ложа потом от него отвалилась, я подклеил ее на суперклей. И так я расположил все магниты в одну сторону, приклеил их и закрутил. Желательно, чтобы блок питания был с регулируемым напряжением, хотя это не так важно. Таким образом, при быстром вращении из физического вакуума магниты выбивают торсионное поле, и оно, освободившись, вытекает в наше пространство и начинает взаимодействовать с материей и позволяет себя структурировать нашей мыслью, которая также является материальной управляющей структурой. По ведическому знанию это ла. Отсюда ладонь, власть, лад, слава, глава и т.д. При таком мягком способе извлечения, по утверждению Анатолия Евгеньевича, торсионное поле ведет себя как тяжелый газ и, вытекая, растекается вниз, протекая через одни материалы и отражаясь от других. Видимо, это зависит от кристаллической структуры вещества и структуры вообще. И этим торсионным полем мысленно человек может управлять. К сожалению, я не взял электронную схему торсионного генератора, когда он мне ее предлагал выполнить, тогда сейчас было бы, наверное, намного интереснее, поскольку там мощность другая, воздействия более радикальные, но и более опасные, конечно же, если не понимать, что делаешь. Надо полагать, что во всех электродвигателях также рождается торсионное поле. Поскольку там тоже крутятся магниты, но я думаю, они расположены таким образом, чтобы такое извлечение было минимально. Здесь мы как бы чешем магнитным полем пространство, возмущаем его и выбиваем оттуда торсионную составляющую. Само собой, вся эта конструкция оказалась не отцентрированной, ее нужно отбалансировать. Вот так же, как в авторемонте, это сделать не удастся, мешают магниты. Поэтому сделаем это методом тыком. Будем попеременно прилеплять пластилин и включать вращение, пока не найдем, что биение уменьшилось. Теперь чуть убавим-добавим пластилина туда же и отцентрируем окончательно. Небольшое биение останется, но это уже будет несущественно. Натянем резинки в качестве амортизаторов. Получилось, что лопасти создают не слабую турбулентность, поэтому я придумал накрыть всю эту конструкцию пластиковой банкой. И сразу же все затихло, никакого ветра, никакого шума. А торсионному полю пластик и не препятствие. Теперь восстановлю одну из первых версий генератора, которую я делал еще в 2008, наверное где-то. Лопасти на нем уже спилены, ложа для магнитов приклеена. Мелкие магниты нашел, сохранились. Они достаточно сильные, хоть и маленькие. Для их установки я выберу другое направление, чтобы у меня было оба варианта, как севером вперед, так и югом вперед по вектору вращения. И потом протестирую их оба, посмотрю в чем разница. На втором генераторе я выбираю у магнитов противоположный полюс. Клею, как обычно. Ну и далее остальные все три. Теперь будем центрировать пластилином, поочередно перенося кусочек и включая-выключая вентилятор. Оцениваю биение. Ну это уже дело техники. Вышло более-менее нормально, диаметр вращающейся площадки маленький, центровать просто. Пусть не идеально, но сойдет. В чем преимущество вот этого маленького второго генератора? Он крутится гораздо быстрее. А тут главное правило, чем больше скорость вращения, тем более напряженным будет создаваться торсионное поле. В данном случае, наверное, здесь не намного напряженнее. Электронный способ позволяет повышать частоту, возможно, до мегагерц, а то и до гигагерц. Это мне неизвестно, но я так предполагаю, что электронным способом торсионное поле создается гораздо более мощное. Кстати, Горяев с Мишиным уже скрестили свою волновую генетику и катушки. Можете найти это видео в интернете. Теперь расскажу, как Акимов завещал научиться видеть торсионное поле. Ставим генератор напротив освещенного окна на табуретку, так, чтобы фон за самой табуреткой был затемнен, а может и без разницы. Сейчас я детали и не помню. Я поставил для примера вот здесь на столе. Включаем его и начинаем смотреть. Расфокусированным взглядом, боковым зрением. Я в свое время честно пытался увидеть торсионное поле таким образом и у меня ничего не получилось. Я доложился Акимову, а он сказал, что значит нет у меня этих способностей. Рылом не вышел, короче. Не всем так везет, а точнее не каждый находится на таком уровне развития, что начинает видеть эту ауру. Ну, дорасту, пройду свой путь эволюции и тоже буду видеть не только ауру, но и все остальное. Просто не время. Я тогда не сопоставлял торсионное поле с тонкоматериальной субстанцией. Но по всему выходит, что аура человека – это отражение энергетического тела в потоке эфира. А торсионное поле – это то ли сам эфир, то ли его ипостась, то ли его составная часть. И технология его зрительного фиксирования та же, что и научиться видеть ауру, я так думаю. Просто в данном случае тут надо фиксировать истечение энергии того же порядка и с генератором. Как научиться видеть ауру? В интернете можно найти много техник и инструкций. Например, на темном фоне можно смотреть боковым зрением на свечу и добиваться того, что увеличивая диапазон зрения, довести фиксацию ее ауры до 1 метра в диаметре. А может даже и больше. Или также на темном однородном фоне тренироваться видеть энергию между пальцев. Вначале между большим и указательным, затем между ладонями. Потом начать фиксировать вокруг пальцев и рук эту ауру, энергетическую оболочку и далее вокруг человека. Как мы помним, Акимов сказал, что человек является идеальным прибором для генерации и восприятия торсионного поля, то есть тонкоматериальной составляющей мира. Так что предлагаю не терять интерес к торсионным генераторам, тем более, что они уже придуманы и наверняка используются в планетарном масштабе. И чтобы хоть как-то быть защищенными от этих технологий, нужно иметь представление, как они работают и помнить, что они есть. Субтитры создавал DimaTorzok